Кому подходят холодные оттенки волос, выбираем самые модные цвета. Частичное окрашивание преобразить внешность, деликатно относясь к локонам, получится с помощью техник частичного окрашивания. Шевелюре можно придать свежий модный вид, выполнив милирование. Сделать можно разные варианты частичного окрашивания. Для разнообразия внешности допустимо изменить цвет незначительной части шевелюры. Выбирают подходящие акцентные пряди, закрашивая их холодным лиловым, черным, жемчужно-платиновым. Часто выбор падает на нейтральный беж. Выбор цвета зависит от базового тона шевелюры. Попрядное колорирование можно выполнить, обрабатывая все полотно. Популярны методики сложного окрашивания. Умбри, шатуш, балаяш. Для создания прически выполнять частичное окрашивание. Умбри, контрастная окраска корней и концов. Шатуш, особое поверхностное прокрашивание. Балаяш, частично изменяет цвета прядей. Все методики дают интересный эффект выгоревших на солнце локонов. Стоимость процедуры в салоне рассчитать точную цену можно только после консультации с мастером. Парикмахер проводит беседу о ранее совершенных манипуляциях с волосами, оценивает их состояние, длину, густоту. Важным фактором является ожидаемый результат. Чем сложнее выбранная техника, тем дороже обойдутся услуги стилиста. Процедура может усложниться необходимостью обесцвечивания прядей. Средняя цена базовых процедур окрашивания равномерно в 1 тонн колеблется в пределе 1-3 тысячи. Руб. Умбри, балаяш, шатуш обойдется дороже. Цены начинаются от 4-5 тысяч. Руб. Уход после отрашивания. Сложность ухода зависит от текущего состояния локонов. Подбирают вариант, подходящий по типу волос, степени поврежденности шевелюры. Обычно при стандартном изменении цвета в 1 тонн достаточно использовать средства для окрашенных волос. Препараты обеспечивают уход, помогают сохранить насыщенность оттенка. При предварительном выполнении обесцвечивания требуется применять восстанавливающие составы. Это специальные средства профессиональных серий натуральная косметика по домашним рецептам, салонные процедуры. Шевелюре потребуется восстановить структуру, получать увлажнение питания. Для ухода за светлыми и холодными оттенками придется использовать оттеночные средства с голубыми или фиолетовыми пигментами. Они помогут поддерживать оптимальное состояние полученного результата окрашивания. Как убрать желтизну с волос после окрашивания, вы найдете у нас на сайте. Холодные оттенки волос – интересное решение для стильных, современных девушек. Главное – серьезно отнестись к выбору подходящего тона, созданию гармоничного образа. Полезные советы по выбору оттенка для окрашивания волос для блондинок, светлых волос, для русых волос, для темных волос, для брюнеток, для обладательниц карих глаз, для девушек с голубыми глазами, для зеленых глаз. Полезные видео – отличия холодных и теплых оттенков. Обзор пепельных оттенков. Как правильно выбрать оттенок? Какой цвет волос подойдет вам? Определяем цветотип внешности. Теплые и холодные оттенки волос. Температурная градация цвета. Натуральные оттенки по своей природе могут быть теплой и холодной температуры. Рыжие нотки делают цветы гривом и женственным, добавляя теплоту и живость образу. Стальные серебристые переливы охлаждают температуру, добавляют внешность и грациозность, благородство. Актуальность вариантов с холодком с каждым годом возрастает. Женщины стремятся придать образу жесткость, независимость. Связано это с темпом, образом жизни, повсеместной эмансипацией. В последнее время стилисты предлагают стереть возрастные границы, делая трендом варианты, схожие с сединой. Холодные оттенки всегда акцентны, привлекающие внимание. Подобрать варианты получится для брюнеток и блондинок. Явным недостатком любых вариаций сдержанных тонов является сложное сочетание с внешностью. Чтобы не ошибиться в выборе, надо точно знать, кому подойдет холодная гамма. Правила выбора оттенка Выбор холодной гаммы при окрашивании волос идеален для обладателей белоснежной кожи ровной фактуры. Прекрасным дополнением образа станут серо-голубые глаза. В этом случае смело подбирают любой из существующих вариантов от черно-каштанового до серебристо-седого. Цветотип у зима с прозрачной кожей, глазами глубокого цвета отлично подойдут темные вариации, черный, мокко, серо-коричневый, эспресса. Если глаза не отличаются насыщенными тонами, то можно попробовать светлые модификации пепельный блонд русый, ваниль, бежевый. Цветотипы лета больше подходят исходно теплые тона, наделенные холодком. Шоколадный коричневый каштановый органично впишется в образ кореглазых обладателей светло-оливковой кожи. Шатен Рыжий карамель с металлическими нотками лучше выбрать светлокожим, зеленоглазым дамам. Обладателям смуглой кожи, телнокарих, насыщенно зеленых глаз лучше отказаться от использования холодной гаммы. Металлик испортит гармонию теплого образа. Неуместны строгие оттенки в соседстве с проблемной кожей, различными броскими недостатками внешности. Основной нюанс при выборе – возраст. Чем старше любитель морозных оттенков, тем внимательнее надо подходить к оценке собственной внешности. Чрезмерно темные и светлые тона с максимальным количеством серебра способны состарить. Окрашивание в домашних условиях Получить красивую глубину холодного тона в домашних условиях – задача сложная. Надо внимательно отнестись к выбору красителя, оценке текущего состояния локонов, работе с шевелюрой. Основная проблема открывается при переходе в пепельные варианты блонда. Имеющийся от природы желтый пигмент вывести непросто. Со сложностями столкнутся натуральные брюнетки, блондинки, ранее окрашенные – все, кто имеет теплые, насыщенные ноты в исходном цвете. Для устранения желтизны блонда, нестойкого окрашивания в холодные тона подойдут различные бальзамы, шампуни, тоники. Средства элементарны в использовании, дарят красивый, но быстро смывающийся цвет. Колер держится до 4 недель, постепенно теряя интенсивность. Скорость потери цвета зависит от исходного оттенка волос, частоты мытья шевелюры. Обширной палитрой обладают следующие популярные средства – Шварскопов, Фриз, Силвер, Банакир, Колор, Сави, Лаурил, Глоскор, Силвер, Шампу и Стел, Лавтон, Раколор, Тоника. Подобрать вариант получится блондинкам и брюнеткам. Средства обладают деликатным составом, наносят минимальный вред шевелюре. Для временного получения нового цвета волос выбирают энки, мусы, лаки. Они дают красивый результат, сохранящийся до первого мытья локонов. Получить заветный цвет волос на более длительный срок – 4-8 недель – получится, используя стойкие красители. Средство содержит аммиак, негативно отражающийся на состоянии шевелюры. Для получения светлых волос брюнеткам потребуется предварительно смыть интенсивный каур. Выбор красок для домашней смены образа с использованием холодных оттенков велик. Часто применяют Шкарскопов-Палет. Самостоятельно смешивать разные красители без знания колористики не рекомендуется. Можно получить неожиданные результаты. В салоне профессиональный мастер часто поступает и именно так подмешивает к подходящей базе колоры, придающие серебристый блеск. Самостоятельно проще и безопаснее использовать готовые краски. С помощью народных рецептов проще получить теплые варианты оттенков. Для создания хватка на темных локонах используют крепкий отвар молотых кофейных зерен. Смешав их с хной получатся умеренные рыжие тона без охарактерного золотистого блеска. Аналогично действует состав из хны и басмы. Чем больше взять черного красителя, тем насыщеннее, холоднее получится результат. Блондинкам остудить цвет волос поможет ревень. Берут корни и листья растения 400 грамм, заливают половиной литра белого вина. Смесь кипятят на водяной бане до выкипания большей части состава. Отвар процеживают, остужают до умеренной температуры, наносят на локоны на час. По истечении времени шевелюру промывают водой. Добиться аналогичного эффекта на темных локонах не получится. Частичное окрашивание и преобразить внешность, деликатно относясь к локонам, получится с помощью техник частичного окрашивания. Шевелюре можно придать свежий модный вид, выполнив милирование. Сделать можно разные варианты частичного окрашивания. Для разнообразия внешности допустимо изменить цвет незначительной части шевелюры. Выбирают подходящие акцентные пряди, закрашивая их холодным лиловым, черным, жемчужно-платиновым. Часто выбор падает на нейтральный беж. Выбор цвета зависит от базового тона шевелюры. Попрядное колорирование можно выполнить, обрабатывая все полотно. Популярны методики сложного окрашивания. Умбри, шатуш, балаяш. Для создания прически выполняют частичное окрашивание. Умбри, контрастная окраска корней и концов. Шатуш, особое поверхностное прокрашивание. Балаяш, частично изменяет цвета прядей. Все методики дают интересный эффект выгоревших на солнце локонов. Стоимость процедур в салоне. Рассчитать точную цену можно только после консультации с мастером. Парикмахер проводит беседу о ранее совершенных манипуляциях с волосами, оценивает их состояние, длину, густоту. Важным фактором является ожидаемый результат. Чем сложнее выбранная техника, тем дороже обойдутся услуги стилиста. Процедура может усложниться необходимостью обесцвечивания прядей. Средняя цена базовых процедур окрашивания равномерно в 1 тонн колеблется в пределе 1-3 тысячи. Руб, омбри, балаяш, шатуш обойдется дороже. Цена начинается от 4-5 тысяч. Руб, уход после окрашивания. Сложность ухода зависит от текущего состояния локонов. Подбирают вариант подходящий по типу волос, степени поврежденности шевелюры. Обычно при стандартном изменении цвета в 1 тонн достаточно использовать средства для окрашенных волос. Препараты обеспечивают уход, помогают сохранить насыщенность оттенка. При предварительном выполнении обесцвечивания требуется применять восстанавливающие составы. Это специальные средства профессиональных серий, натуральная косметика по домашним рецептам, салонные процедуры. Шевелюре потребуется восстановить структуру, получать увлажнение питания. Для ухода за светлыми и холодными оттенками придется использовать оттеночные средства с голубыми или фиолетовыми пигментами. Они помогут поддерживать оптимальное состояние полученного результата окрашивания. Как убрать желтизну из волос после окрашивания, вы найдете у нас на сайте. Холодные оттенки волос – интересное решение для стильных, современных девушек. Главное – серьезно отнестись к выбору подходящего тона, созданию гармоничного образа. Полезные советы по выбору оттенка для окрашивания волос, для блондинок, светлых волос, для русых волос, для темных волос, для брюнеток, для обладательниц, карих глаз, для девушек с голубыми глазами, для зеленых глаз. Полезные видео отличия холодных и теплых оттенков. Обзор пепельных оттенков. Как правильно выбрать оттенок. Какой цвет волос подойдет вам. Определяем цветотип внешности. Теплые и холодные оттенки волос.